Друзья, дальше мы поговорим на довольно серьезную тему. Какие темы волнуют, беспокоят нашу молодежь в Европе? Проходит множество проектов, цель которых это говорить на те темы, на которые говорить обычно не принято, на которых есть некая табу. Один из таких проектов, No Hate Speech, нет языку ненависти, он так называется. И эстонские участники этого проекта сняли небольшой любительский фильм, где речь идет о непростой жизни молодого человека. О жизни, которую сейчас переживают очень многие семьи в нашей стране. Ну, во всяком случае, давайте посмотрим отрывок, а потом побеседуем с создателями этого фильма. Добрый день, Юрий. Здравствуйте. Заказчик посмотрел ваш проект, у него есть замечания. У вас есть два дня, чтобы все это исправить. Ну, это нереально. Либо вы исправляете, либо я еще вам замену. Я тут на выходные харю получил. Я от отца каждый день получаю. А чего так? Да, скорее всего, проблемы на работе. Бывает же у людей. Блин, чувак, ты хлорян, я не хотел. Ты тихо... Вперед, Илья. Привет. 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 Да. Ну что, может помочь? Ну если сможешь. Ну что там, давай посмотрим. Что? Что ты тут не можешь понять? Всё я делаю уже. Что ты сделал? Ты же сделал всё. Аккуратно сделай. Субтитры сделал DimaTorzok Авторы и участники этого проекта No Hate Speech Антон Семенюра Лера Акшурина у нас сегодня в гостях. Добрый вечер. Добрый вечер. Ребята, насколько для вашей, для молодёжной среды актуальны эти темы, которые вы затронули в фильме? Мне кажется, эта тема является актуальной как сейчас, как раньше. Мне кажется, в будущем, потому что насилие, особенно, как мне кажется, в школе это очень частый случай. И, к сожалению, в семье насилие тоже имеет место быть. А эту конкретную историю вам кто-то подсказал? Вы сами придумали ли она вполне себе из жизни? Честно говоря, мы просто придумали истории, которые бы дали осадок после просмотра, чтобы люди почувствовали некую боль или задумались хотя бы над тем, что люди говорят вообще. Говорят действия, твои действия, действия в школе, как люди себя ведут. И это очень важно, потому что большинство людей при поступке каком-либо могут совершить неверные действия, которые помогут повлечь много непонятных последствий. Ну, безусловно, мы это увидели сейчас в фильме. Как вы думаете, у этого фильма мог ли быть какой-то другой конец, альтернативный сценарий мог бы существовать? Я думаю, вполне. Что нужно было бы сделать тогда главному герою? Ну, их тут два, отец и сын. Ну, нет, хорошо, сын. Мне кажется, в первую очередь все начинается с семьи, поэтому следовало бы в первую очередь поменяться отцу, а вернее поменять место работы. Если он видит, что со стороны более, человека более высокого звания, назначения, идет какое-то давление, и он себя не чувствует счастливым на этом месте. Ну, Лера, хорошо, вы сейчас просто даете очень взрослый совет. То есть, в принципе, взрослый не может так поступить. сложности на работе. Это совершенно не повод напиваться так, чтобы устраивать какого-то... Конечно. Ну, это понятно, это здесь даже, я думаю, дело не в работе, а в самом, ну, в личности, которая допускает такие проявления. молодому человеку, что бы посоветовали? Вот представьте, что это ваш друг, случилась такая ситуация, он вам звонит и говорит, «Антон, я сейчас сброшусь с моста». Если бы я был тем человеком, который бы принимал звонок, я бы сейчас сказал, «Подумай сначала, сначала подумай, прежде всего сначала надо думать, потом уже эмоции». О чем бы вы ему посоветовали подумать? О том, какие последовательности повлекут его самоубийство или его последующее решение. Какие, например, интересные? Ну, не знаю, горе друзей, к примеру. Или, в первую очередь, конечно, подумать о родителях. Тех, которые только что устроили ему сцену семейного насилия, которое вызвало такое отчаяние, что он пошел в образ жизни. Я, конечно, извините, я, может быть, уже человек не сильно молодежного возраста, но я там особого насилия-то не увидел со стороны отца. Да, невнимания, но, по большому счету, мы же все сталкиваемся и сталкивались с каким-то невниманием со стороны родителей. Невозможно, чтобы родители все время занимались только исключительно тобой. Мне кажется, там в чем-то какая-то другая проблема. Она связана с чем? Ну, в общем, мы и в школе не заметили. С пониманием и со стереотипами, мне кажется. Больше сторону стереотипов, когда люди не хотят понять человека как личность, а создают вокруг себя пузырь, который, не знаю, управляет ими. Иногда хочется дотянуться, так лопнуть его, и все опадает, и человек начинает видеть то, что реально происходит. Лера, у вас такой красивый значок, подарите мне его, пожалуйста. Посидеть в эфире и как бы за мир, за дружбу, за мир, без ненависти. Мне кажется, очень важно действительно развивать, если мы затрагиваем такую тему, общение между сыном, например, и отцом. Потому что видно, что никакой коммуникации у них нет. У них нет ни потребности общаться, ни разговаривать, нет ничего. То есть они вместе живут в одной квартире, и каждый делает то, что он должен делать, а вот этого настоящего диалога и интереса друг к другу нету. Вот это, пожалуй, самая страшная проблема. Вот как наладить диалог с родителями? Вам удалось, кстати, наладить? С вашими родителями диалог. Конечно. Ну, мне уже больше в возрасте 20+, так скажем. Вы уже типа не молодежь, да? Вы пережили этот сложный момент. Это был момент, когда я был сначала очень такой наивный, и мне не получалось наладить, а потом раз, и все. И получилось. Я начал понимать. И Хуба, а вам уже 19. А мне уже 21, да. Да. И уже поздно рыпаться, да? Я тебе как родителя хочу сказать, что общаться с детьми, которые находятся в переходном возрасте, то еще удовольствие. Милая доченька, как дела? Нормально. Дышь дверь перед тобой. Это я тебе скажу, надо еще, знаешь, нервную систему свою подготовить к этому. И все же ваш фильм заканчивается очень грустно. Печально, да. И как вам кажется, вот эта вот история суицида, да, и самоубийства, она прямо вот очень актуальна вот для этого возраста, который вы исследовали, в частности, в своем фильме? Для молодого человека именно этого возраста? Ну, мы взяли именно самый такой печальный исход, возможно, чтобы как можно больше зацепить зрителя и обратить внимание на то, что... И даже в суициде иногда подростки находят выход, как убежать от проблем. Вы сами с такими случаями сталкивались? То есть среди ваших знакомых были молодые ребята, которые... Который был такой этап? Именно суицид? Да. Которые, как минимум, но предпринимали попытки сделать это. У меня такой знакомый был. И, по-моему, до сих пор таким остается очень... Все время в поиске возможностей, да? Ну, вот как ему можно помочь? Как помочь таким людям, которые... Его надо заинтересовать чем-то по жизни. Мне кажется. Когда я с ним встречаюсь, даю какие-то интересные темы для размышления, он как бы... От этой темы своей грусти и печали он отходит. Ему становится проще. Вы не думаете, что он просто... Может быть, его стоит показать врачу? Может быть, он страдает какой-то затяжной, долгой депрессией? Нет, ну, как заболевание, я имею в виду. Такое тоже вполне возможно. Да. Может быть, у него какой-то невроз, который можно легко полечить. Просто мне кажется, что если человек постоянно зацикливается на своих проблемах, его это нагнетает, и, конечно, появляются такие мысли. Нет, ну, понятно, что одно дело – проблема. У нас у всех бывают минорные настроения, ничего не поделать, но просто бывает такое заболевание, конкретно совершенно депрессия, которое диагноз может поставить исключительно доктор, даже не психолог, а именно что-то доктор. вот вы сталкивались в своей среде с тем, что молодые люди просто больны депрессией? Ну, я – нет. По поводу школьного насилия, в принципе, откровенно скажу, что эта тема, ну, и в то время, когда я учился в школе, я думаю, и Аня тоже об этом слышала и видела все это своими глазами, и сейчас тема актуальна. Насколько она прям, вот она так остро звучит в каждой школе? Вы сталкиваетесь… Я думаю, в эстонских школах это уже меньше преобладает, гораздо меньше, потому что наше общество, конечно, улучшается… В эстонских смысле? В эстоноязычных. Вообще в Эстонии, вообще в Эстонии, я не знаю, как бы, ну, по крайней мере, в мое время, когда я еще доучился, все было уже довольно-таки спокойно. Ну, то есть, таких проблем особых не возникало. Ну, я тоже так могу сказать. Слушай, я училась в обыкновенной школе на районе. Да, то, что мы там дразнили тех, у кого был лишний вес, ну, конечно, или у кого был прыщавый нос, а так, чтобы это переходило в какое-то конкретное насилие физическое, ну, я не припомню таких случаев. Но мне кажется, на самом деле, даже вот эти дразнилки, они могут… Ну, это психологическое насилие, конечно. Да. Ну, это тоже насилие, мне кажется. Да, безусловно. Что делать? Мир, он вообще не совершен. Не идеально. Спасибо большое. Мы очень надеемся, что ваш проект делает маленький шок в сторону того, чтобы насилие в семье, в школе было меньше. И удачи вам на фестивале. Спасибо. Спасибо. Спасибо.